Приветствую, друзья. Помните, под какими лозунгами много лет назад к власти шел Владимир Путин? Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту, в аэропорту. Вы уж меня извините, в туалете поймаем и в сортире их замочим, в конце концов. Ну, конечно, помните. А теперь посмотрите на эти кадры с недавно прошедшего экономического форума в Санкт-Петербурге. Один из организаторов просит женщину отойти, чтобы не смущать делегацию уважаемых гостей из Афганистана – талибов. При этом в России талибы как бы считаются террористами. Причем считаются не на словах, а вполне официально. Их признали таковыми за связи с чеченскими сепаратистами, за захват в 1995 году российского Ил-76 с экипажем и за поддержку радикальных исламистских движений в странах Центральной Азии. А в начале 2000-х Путин вообще открывал базу НАТО в Ульяновске, чтобы помогать американцам в войне с талибами. Ветераны боевых действий в Афганистане спросили Владимира Путина о перевалочном пункте НАТО в Ульяновске. По их словам, долгие годы альянс всегда рассматривался как главный вероятный противник, а тут сотрудничество и помощь. Это соответствует нашим национальным интересам. Талибан пришел к власти в Афганистане совершенно незаконным вооруженным путем, без всяких выборов и вопреки любым нормам права. Талибы ввели чудовищные средневековые практики порки и побивания камнями женщин, запретили им получать образование и вообще появляться на улице без мусульманской формы одежды. Путин любит просуждать о легитимности президента Зеленского и как на Западе дискриминирует отдельные категории населения. Но почему совершенно равнодушен к этим материям, когда речь идет о талибах? Вообще похоже, что все идет к исключению талибов из российского списка террористов. Почему же 25 лет назад Путин был готов безжалостно мочить в сортире террористов, а сегодня принимает их у себя дома и налаживает сотрудничество? Почему он готов закрывать глаза на вопиющее нарушение ими международного права на чудовищные преступления? Создание халифата на территории Российской Федерации – это только первая часть их плана. И ладно бы речь шла только о талибах. Возьмем Хамас, который совершил чудовищный теракт 7 октября 2023 года и спровоцировал войну в секторе Газа. Террористы из Хамас – желанные гости в Москве. Они горячо поздравляют Путина с победой на так называемых президентских выборах. И Владимир Владимирович не остается в долгу и требует взвешенного отношения к откровенно террористическому движению. Что касается бойцов Хамас, они выполнили все блестяще. Или вот возьмем Ливанское движение Хизбалла. Это незаконное вооруженное формирование, действующее на территории Ливана в интересах Ирана с единственной целью создавать угрозу для Израиля. Ливан – это, как принято говорить, несостоявшееся или провалившееся государство. Благодаря иранским деньгам Хизбалла гораздо могущественнее официальной ливанской власти и армии. И даже может позволить себе, например, ввести ограниченную войну на севере Израиля в знак солидарности с Хамас, чуть ли не ежедневно обстреливая мирные города. Официально, в соответствии с резолюцией ООН, Хизбалла – это боевики, которых надо разоружить и распустить. Они терроризируют север Израиля и регулярно совершают теракты. Они буквально выступают иностранным агентом, потому что обслуживают интересы Ирана, а не Ливана, где располагаются. И как на это реагирует Путин? А он уже много лет вместе с этими самыми боевиками воюет в Сирии на стороне Башара Асада. Российская пропаганда разоблачает западную демонизацию Хизбаллы. К слову, тот же Асад ничем не лучше террористов из Хамаса из Хизбаллы. Мало кто сомневается, что он при поддержке российского контингента совершал военные преступления в ходе гражданской войны в Сирии. А собственную страну режим Асада вообще превратил в государство наркокартель. Кто там еще остается? А вот есть еще такое замечательное движение в Йемене под названием «Хуситы». Официальный девиз «Хуситов» исчерпывающе описывает систему взглядов. «Аллах велик, смерть Америки, смерть Израилю, проклятие иузеям, победа за исламом». Ну, в принципе, все ясно. Действия у них соответствующие. Они уже много лет ведут террористические обстрелы гражданских судов в Красном море, чтобы таким образом навредить Израилю. Попадают, понятное дело, в случайные корабли, в том числе, между прочим, и в суда с российскими грузами. Во внутренней политике у них тоже все отлично. Например, они не молочатся и приговаривают неугодных им граждан к распятию, прямо как в библейские времена. Если вы хотите совсем уж стать исламским радикалом и готовы пойти на то, чтобы сделать себе обрезание, то я вас приглашаю в Москву. У нас многоконфессиональная страна, у нас есть специалисты по этому вопросу. Я порекомендую ему сделать эту операцию таким образом, чтобы у вас уже больше ничего не выросло. Наконец, хуситы, как и талибы, и Хизбалла, и Хамас, являются незаконными вооруженными движениями. И официально правительство в Йемене представлено совсем другими силами. Но в январе 2024 года переговоры в МИД РФ прошли именно с этими замечательными людьми. Так почему же политика Путина так поменялась за 25 лет? Почему от борьбы с терроризмом он перешел к сотрудничеству с самыми одиозными террористическими группировками? Как только с ними вступают переговоры, агрессия и количество террористических актов увеличивается. А значит, увеличивается количество жертв. И поэтому повторю еще раз. Первая практика такова, что с террористами никто переговоров не ведет. Ну, для начала, Путин сам действует как террорист. Каждый день его армия убивает мирно граждан соседнего государства и целенаправленно уничтожает объекты энергетики и инфраструктуры для оказания давления на политическое руководство соседней страны. Всего несколько дней назад он целенаправленно нанес ракетный удар по крупнейшей в Украине детской больнице. Его диверсанты, спецслужбы и военные причастны к одной из крупнейших катастроф в истории гражданской авиации, гибели малазийского Боинга. Виновные так и не наказаны. История его спецслужб включает политические убийства с использованием нервно-паралитических ядов, радиоактивных веществ и уничтожения гражданских самолетов. Путин ввел политический оборот в практику захвата заложников, а в истории со взрывами домов, которые привели его к власти, еще не все ясно. Истории ждут своих расследователей. Так что у путинского режима достаточно общих черт и с талибами, и с Хамасом, и с хуситами, и с другими замечательными террористическими группировками. К тому же Путин, как и эти прекрасные ребята, живет в воображаемом мире, где он бросил вызов американской гегемонии. За всеми проблемами с точки зрения Путина стоят американцы и Запад. Постоянное кивание на заграницу, как на источник всех наших бед, неверно. Неверно по сути своей. Все наши беды в нас самих. От нашей собственной безладберности и слабости все проистекает. В идеале Путин грезит прямым лобовым противостоянием с западным миром, как это было в период холодной войны. Два блока, две сферы влияния. Мир поделен между Западом и Путином. Про Китай забыли. Осталась одна супердержава, которая посчитала, что все, теперь на ее плече боженька заснула. И теперь можно всеми командовать. На эту мечту у Путина и его режима не хватает силенок. Все же квалификации бывшего подполковника и его вороватых друзей не хватит на то, чтобы построить сверхдержаву. И если мир и будет разделен на сферы влияния, то Путина до этого дележа не допустят. Запад, вероятнее всего, просто договорится с Китаем. В такой ситуации, когда есть амбиции на глобальное лидерство, а ресурсы лишь на некоторое региональное влияние, Путин избирает разрушительную тактику. Он ставит на слом порядка и сознание хаоса. Он не может выиграть по правилам международного общежития, поэтому играет без правил, ставя на маргинал. Путинский режим поддерживает любые силы, которые дестабилизируют международную обстановку. Он влезает во все конфликты, еще больше разжигая их. Его цель – глобальная нестабильность. Ситуация, когда Америка и Запад окажутся вовлеченными в такое количество конфликтов, что уже не смогут менеджерите. И вот в этой мутной воде хаоса он, Путин, сможет действовать без оглядки на кого бы то ни было. Все бредни, информационное противостояние, информационные вбросы, всякие фейки должны остаться в стороне. Не надо быть особенно искушенным в этом информационном противоборстве, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Для этого чем больше конфликтов, чем больше терактов, чем больше точек нестабильности в мире, тем лучше, потому что все это ослабляет тот Запад, который ставит под сомнение его право и править вечно и делать, что хочешь. Эта точка зрения очень похожа на идеологию современных исламских террористов, которых Путин воспринимает как союзников. И поэтому он отказывается верить в то, что исламисты устроили теракт в Крокусе, отказывается верить, что для международных террористов Россия на самом деле никакой не союзник, а такая же мишень, как и Запад. Кремль пытается дружить с самыми отъявленными террористами, потому что они тоже против Запада. Пропаганда буквально в шаге от того, чтобы даже ИГИЛ записать в свои союзники. В данной ситуации Россия даже в этом смысле, в исламском факторе, никак не может быть объектом даже для ИГИЛ. Мы как раз в этом смысле в общемировых, геополитических и тем более в региональных конфликтах здесь не только поддерживаем. Кстати, не удивлюсь, если когда-нибудь это случится. Но, как всегда, у Путина сиюминутные тактические решения неминуемо аукаются гигантскими проблемами для всей страны. Заигрывая с террористами, он тянет Россию и всех граждан туда, где людей распинают и забивают камнями, где плюют на права и свободы, где насилие – единственный ответ на все вопросы. Ни одна террористическая группировка не построила нормального государства с процветающей экономикой и богатым населением. Поддержка террористов, может, и создаст проблемы Америке и Западу, но еще большая проблема это неминуемо принесет самой России. Счастливо вам! России нужна власть, которая будет вести страну к процветанию, а не ломать мировой порядок в ущерб благополучию собственных граждан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова